Готовность. Все, все приготовились. Уважаемые коллеги, начинаем очередную онлайн-лекцию в рамках образовательного цикла «Музеи в гостях» у Российской Академии Художеств. На лекции присутствуют онлайн Карев Андрей Александрович, доктор искусствоведения, профессор МГУ, ведущий научный сотрудник отдела русского искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ. В Белом зале Российской Академии Художеств Толстиков Александр Генрихович, академик Российской Академии Художеств, академик Российской Академии Наук, профессор, российский художник-живописец, модератор мероприятия Малахова Татьяна Юрьевна, старший научный сотрудник НИИРАХ. Передаю слово Светлане Владимировне Кистеневой, старшему научному сотруднику экспозиционного отдела Углического государственного историко-архитектурного и художественного музея. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Углический музей представляет сегодня тему «Углический живописец Иван Тарханов. Классик городского портрета первой половины XIX века». Углический музей, я думаю, что многие его знают, он расположен в Угличе, на берегу Волги, в маленьком старом Кремле. В прошлом году музей отметил свое 130-летие. И мы рады представить вам одну из самых ярких и цельных частей его коллекции изобразительного искусства. Но два слова о самом музее. Музей возник в 1892 году. Но начало его подготовки было гораздо раньше. И все это как бы выходит из самой природы старого русского города. Углич – город Старобряческий. Там всегда жили старые такие, многие поколения старых семей, которые в своих домах накапливали предметы, хранящие память о предках. В начале XX века угличанин Алексей Золотарев, который переехал из Углича в Рыбинск, а это по природе немножко другой город, он написал замечательную фразу. Он очень скучал по Угличу и написал, «Углич казался мне всегда снизу доверху переполненным самыми изумительными вещами. В каждом городе обязательно портреты предков, в каждом доме обязательно портреты предков, цветное нарядное платье, посуда. Это весь город, как сказочный ларец, не наглядишься, не высмотришь всего добра». В другом месте он писал о изумительном вещелюбии угличан. Мы посмотрели в словаре Владимира Даля, который объясняет многие понятия того времени. Даль поясняет вещелюбие, любовь к мирскому. И вот эти вот многочисленные картины, посуда, цветное нарядное платье, это всё хранилось в домах до начала XX века. Но потом жизнь стала меняться. И вот многие дома пустеют, домашние коллекции просто исчезают. И вот в конце, в последние десятилетия, XIX столетия, появляется мысль о создании музея-складчины для того, чтобы совместно, общими силами хранить все вот эти вот изумительные вещи, которые накопили горожане. Музей расположился в старом XV века здании княжеских палат, которое было, само историю города, подготовлено, наверное, для музея всё-таки. Палаты были прекрасно отреставрированы в начале 90-х годов. И музей древности открыл свои двери для посетителей. Угличане не очень представляли себе, что такое музейное учреждение. Поэтому в итоге получилось что-то вроде такой кумсткамер Петровского времени. Сюда несли всё, что угодно. И вот у нас есть фотографии, сделанные в начале XX века про Кудином-Горским. Здесь представлена первая экспозиция музея, перенасыщенная предметами, расставленная, развешенная, прислоненная, заслоняющая друг друга. Вещи теснились на втором этаже палат. Но уже тогда значительная часть этих предметов относились к живописи. И вот живописная коллекция музея достаточно большая и разнообразная. Но не только. Следы вот того старого городского вещелюбия, они и в других собраниях, в других коллекциях музея. Здесь старые фотографии, бисерное шитьё, вот эти счёты в бисерных таких обложках, ридикюлия, различные кошельки, гребни. И, по большому сожалению, вот те самые сердца, которые представлены на центральной фотографии, не сохранились. В 20-е годы они были похищены из музея, когда произошёл взлом двери. Ну и, видимо, искали каких-то особых драгоценностей. Мы лишились этой коллекции. Но коллекция обуви, одежда, всё это сейчас у нас есть и выставлено в залах музея. Уже тогда, как я говорила, в первой экспозиции были портреты. И вот здесь вы видите вот эти вот портреты Кожевниковых. Это только часть, видимо, значительной такой портретной галереи семьи. Александр Васильевич Кожевников, углический купец. Одним из первых он стал городским головой в Угличе в самом начале XIX века. Старобрядец строгих нравов. Он прекрасно содержал в полном порядке свою семью и городское хозяйство, жертвовал деньги на реставрацию палат, на росписи собора и вообще так понимал себя отцом города в самом хорошем смысле этого слова. И женский портрет. Это Мария Григорьевна Кожевникова, жена его сына. К сожалению, портреты от этих вот, безусловно, парных изображений, пары от них не сохранились. При поступлении в музей работы не были описаны должным образом. И они как-то долгое время экспонировались, как работа Ивана Васильевича Тарханова. Мы их так и принимаем, как работа Тарханова предположительная. Сейчас вот эта вот большая коллекция живописи, коллекция лиц угличан XVIII, XIX, ну немножко XX века, у нас разместилась в Старом Богоевренском соборе, где они все вот эти люди XIX века встречались на церковной службе, видимо оставались, беседовали. Вот теперь они там присутствуют в качестве портретов. И вот эта вот экспозиция у нас носит название «Посадские обыватели-горожане». Меняется городская жизнь, меняется характер людей. И вот эти изменения, они хорошо отражены в этой нашей новой экспозиции, которая сейчас, вот в ближайшее время, будет и реставрирована, и обновлена. Ну и на фоне этих портретов проходят городские мероприятия, а в витринах посетители видят вот те самые многочисленные вещи из домов-горожан, которые раньше в этих домах соседствовали с портретами, ну и потом вот нашли пристанище в музее в течение вот этого такого бурного и непредсказуемого времени, там XX века. Так что вот не только портреты предков, но и посуда, и цветное нарядное платье, все это здесь. Вообще говоря, вот эта живопись первой половины XIX столетия была открыта для зрителей и специалистов сравнительно недавно. В 1970-е и 80-е годы Савва Васильевич Емщиков и Сергей Сергеевич Галушкин осмотрели хранилище музеев старых городов и обнаружили там целый пласт изображений горожан. Эти портреты долгое время не рассматривались как предметы музейного значения, за ними не признавали совсем уж художественные ценности, поэтому они очень долгое время были в небрежении, они нуждались в реставрации. И вот тогда была проведена такая масштабная реставрация подобной живописи. И впервые эти портреты появляются на выставках в начале 80-х годов. В частности, памятна большая выставка в Ленинградском манеже. Вот здесь есть старая фотография, где Савва Емщиков еще совсем молодой человек. Ну а справа представлена углическая купчиха Евдокия Дмитриевна. Вот именно тогда, в 80-е годы, начинается изучение этого портрета. Делается попытка определить его место в русской художественной культуре 19-го столетия. Это оказывается не очень легким делом. Первые попытки определить весь массив вот этого портрета, который хранится в провинции, который выполнен зачастую неизвестными мастерами, первая попытка была сделана в 20-е годы. Тогда русский музей собирал бытовые предметы. И в своем историко-бытовом отделе они как-то аккумулировали вот эти вот изображения. И я подозреваю, что очень часто эти портреты были просто таким интерьерным предметом рядом с бытовыми вещами. Поэтому Михаил Преселков в своей статье, посвященной этой выставке, он называет подобные портреты бытовыми. И вот это как раз не очень правильно. Или со временем стало ясно, что это не совсем так. В этих портретах нет черт бытовых совершенно. Нет купцов, изображенных на фоне лавки с оршином в руках или с весами, с безменом. Нет купчей за рукоделием или за какими-то домашними делами. Все эти люди как будто бы выведены из течения обыденной жизни. И вот представлены зрителю в каком-то особом состоянии. Это не праздности, не действия. Это такое предстояние зрителю. И вот это делает портреты как будто бы и такими вневременными. Они действительно сохраняют свое какое-то особое обаяние в течение вот этого огромного пласта времени, который прошел с момента их написания. Ну и были разные термины. Говорили, что это купеческий портрет. Но не все изображенные относятся к купеческим вот этим гильдиям. Говорили, что это портрет провинциальный. Далеко не все они созданы в провинции. Подобные портреты писали московские художники, писали художники в столице. Но как бы вот в среднем сословии горожан. Или, так сказать, ближе к такому вот совсем в простом сословии зачастую. В последние годы появляются в этой коллекции еще и новые приобретения, новые термины. Такой портрет начинают называть ремесленным. Это тоже не охватывает всей массы подобных изображений, потому что некоторые художники, как мы вот убеждаемся на примере последних выставок, они и в академии учились, и у них были профессиональные учителя. У нас есть портрет, аналогичный по композиции, работа ученика, художника Венецианова, художника Игина. То есть здесь ремесленный портрет. Этот термин тоже не очень подходит. В последние годы к этому добавился еще и термин примитив. Но во всех публикациях о примитиве, где складывается большой комплекс предметов, очень разнородных, отнесенных к этому понятию, там все время делается оговорка серьезный примитив портрета горожан, там какие-то еще такие пометочки, то есть как бы мысленные такие кавычки все время там ощущаются. И, конечно, появляется необходимость, и эта работа еще не закончена, как-то продолжить выяснение этого названия. Но мы для того, чтобы как-то называть эти портреты, наверное, возьмем нейтральный термин «городской портрет». Потому что эти работы явно относятся к культуре города и вот к этой третьей культуре, о которой тоже много написано. То есть здесь возникает, ну, наверное, такая возможность. В нашем собрании портретов неизвестных или известных художников около 60. И, наверное, лучшая часть этой большой коллекции это работа Ивана Васильевича Тарханова. Портретист, родившийся в Угличе в 1780 году, умерший во время эпидемии 1848 года. Он не покидал города, постоянно жил здесь, ну, во всяком случае, надолго не покидал. И он оставил достаточно богатое наследие, которое неплохо сохранилось. Хотя мы будем говорить о больших таких лакунах, которые возникли в связи с городскими событиями. Сейчас известно всего 38 его работ. Вернее, ну, да, известно, некоторые из них не сохранились, есть только упоминания о них. Сохранилось 35. Из них подписных 26. 23 работа находятся в Угличском музее. В 20-м году, в год 240-летия художника, мы делали большую выставку, на которой были представлены работы из музеев области, 4 работы из Ярославля, 2 работы из Рыбинска. Но в процессе подготовки мы выяснили, что кроме того, есть работа углического художника и гораздо дальше от места создания. После того, как был издан большой каталог живописи из собрания русского отдела Эрмитажа, мы узнали, что там 4 портрета подписных. А если посмотреть, то может быть и больше, если присмотреться. Явно это результат разных старых экспедиций. Известно только одно. То есть портреты, ну, они подписные, вот эти вот 4, но, к сожалению, мы не знаем, кто это. И известно о портретах, что они в свое время находились в том же самом историко-бытовом отделе Русского музея, потом были переданы в музей этнографии, и оттуда уже поступили в Эрмитаж, где они находятся в фондах. Но благодаря изданию они тоже вот входят в наш каталог, который мы сейчас готовим, и стараемся его наиболее полно как-то вот, наиболее полно представить художника. Ну, и в музее города Боровичи есть портреты. То есть мы вот это все собрали. К большому сожалению, ну, вот дальние работы у нас присутствовали на выставке в репродукциях, но, к большому сожалению, во время пандемии выставка прошла практически при закрытых дверях. И, тем не менее, она, конечно, открыла многие новые такие какие-то вопросы, новые проблемы. И, безусловно, у нас как-то в перспективе, в плане не только создания сводного полного каталога работ Тарханова, но и небольшая монография о художнике, который обобщил бы все, что мы о нем знаем. Это не так много, но сведения о нем есть. Тарханов родился в семье священника, который служил в церкви царевича Дмитрия на городу, то есть в Кремле. Но потом его отец Василий Андреевич становится священником церкви Николая Чудотворца в Петуховой Слободе или церковь Никола на Петухах. У него пять сыновей. И вот старший сын Иван Васильевич отправляется в Ярославль, где учится в духовном училище, но заканчивает по непонятным причинам, не заканчивает, а бросает учебу где-то на середине и возвращается в родной город. Он становится дьячком в той же самой церкви. И в документах церкви мы видим вот этот первый автограф художника, дьячок Иван Васильевич. Иван Васильев руку приложил. По крайней мере, мы его руку знаем точно, потому что, к большому сожалению, мы знаем только надписи на дублировочном холсте, перенесенные с утраченных старых холстов. Тарханов служит дьячком не так долго. И представляется, что он, следуя веянию времени, пытается перейти в категорию таких, ну, как бы, приказано служащих. То есть он становится чиновником. Во всяком случае, впоследствии, он начинает подписывать свои работы на обороте. Писал улический живописец, калежеский регистратор. Сведений в каких-то исповедных или метрических книгах, ну, в исповедных книгах о месте его службы нет. Нет пометок «бывай», там «неслужащий», «за штатом» или там есть разные варианты, которые оговаривают отсутствие человека на службе. Здесь это тоже не встречается. Нет сведений о его семье. То есть был ли он женат, тут тоже как-то все остается не очень понятным. Живет он долгое время в доме отца, потом он живет в доме некоего Самуила Гончарова, который как раз священник, он постоянно где-то находится на разных городских должностях. Вполне возможно, что именно этот человек оказал влияние на Тарханова, подтолкнув его к служению на какой-то казенной должности. Но что-то не получилось. А в доме Гончарова, видимо, Тарханов выполняет какую-то особенную роль. Там два мальчика, подростка, и, видимо, он домашний учитель. Живет он там несколько лет, а потом он упоминается после большого городского пожара, он уже встречается в приходе церкви Василия Великого, и там он живет уже один, отдельно. И, в общем-то, тут тоже не очень понятно, как-то он так и остается вне всех таких связей городских. Ну и его жизнь заканчивается, к большому сожалению, в 1848 году. Это большая эпидемия холеры, которая была во многих городах, одна из первых в России после 30-го года. Это, видимо, вторая большая волна, и Тарханов умирает. То есть его жизнь такая, вот, 68 лет, она достаточно долгая, не без некоторого резерва оставленного, неиспользованным. Но за это время он сумел создать довольно большое количество работ. И примечательно, что творчество Тарханова, вот эта его творческая история, она, по сути дела, развивается параллельно развитию самого городского портрета. То есть начало, рубеж 18-19 века – это время становления, первая половина 19 века – это время расцвета, ну и после середины столетия уже некоторый спад и угасание. Появляются фотографии, другие причины играют свою роль. Но вот здесь пока все вот в период расцвета Тарханов работает. И первые его подписные портреты, они и возникают в среде вот этой вот священническо-чиновничьей. В приходе церкви Никола на Петухах живет семья протопоповых. Александр Гаврилович – это, ну, он дослуживается до личного дворянства, это коллежский секретарь. И он, в общем-то, живет, он, собственно, сам происходит из семьи священника. И здесь, наверное, очень близко вот сам образ жизни, сам образ мыслей, действий между семьей художника и семьей его вот этих одних из первых, видимо, заказчиков. Здесь, в этих портретах, уже складываются какие-то основные черты его будущей манеры письма. Он изображает позирующих вот такой плотной, округлой такой массой на темном фоне. За фигурой чуть высветлен фон. Это дает некоторую очень условную глубину композиции. А фигур очень уплощенные. И вот, наверное, первое, что здесь бросается в глаза, или, скажем, то, что достойно внимания, во всей видимости, здесь можно говорить и о физиономической точности. Когда-то, когда начинались вот эти вот попытки вывести городской портрет из каких-то истоков и основ, в качестве истока называли парсун. Правда, здесь сразу возникает вопрос, а, собственно, что такое парсуна? И вот эта вот парсуна, она как бы, то ли она отпочковалась от иконописной традиции, то ли она возникает под влиянием каких-то других художественных явлений. Но в этих портретах, как и в парсуне, физиономическая точность становится одним из самых главных вот таких вот основополагающих черт. И, конечно, здесь эти люди, они вот изображены, по-видимому, точно. Во всяком случае, это как-то очень убедительно. Но они, как я уже говорила, выведены из какой-то жизненной суеты. Здесь нет никаких случайных жестов или неустойчивых пост. И здесь есть еще одна черта. Вот эта статичность, которая восходит, наверное, к каким-то очень глубоким корням архаичным, она и в самих образах. Между супругами большая разница в возрасте – 20 лет. Вот здесь ей 28, ему 49 лет. Но вот этой разницы в портретах как-то бы и не замечено, будто бы. То есть главное – это статус супруги. Их, ну, то есть, безусловно, здесь подчеркнуто, что он – это достойный такой человек в своем кругу, в своем сословии. А уже вот эти вот годы и все быстропроходящее, оно как будто бы в расчет не очень-то и принимается. Это работа 1819 года. Есть еще одна близкая к ним работа – портрет Алексея Кузьмича Воронова. Она была написана, возможно, несколько раньше. Алексей Кузьмич несколько раз избирался на должность городского головы. И вот здесь возникает какой-то совершенно такой своеобразный такой вот облик человека, несколько меланхоличного. Он без бороды. Ну, для Углича это совершенно особенная вещь. Углич старобряческий, борода – это важный, неотъемлемый, стабильный атрибут горожанина. Он брит с этими длинными волосами, зачесанными назад, с этим томиком, который очень напоминает издание стихов. И в архиве сохранились его подписанные им документы. Если смотреть на розчерк его пера, можно предполагать, что он довольно долго упражнялся, чтобы этот розчерк стал вот именно таким элегантным, красивым и кудрявым. Этот человек немножко выходит за пределы окружающей вот этой своей среды. Но вот он тоже, он не подписной. Но как-то вот он, кто кроме Тарханова в это время? И вот портреты 1821 года, уже открывающие такие вот привычный ряд тархановских образов. Это купцы Шарковы. Аграфена Афанасьевна, Иван Борисович. Они… фамилия вообще угличская, надо сказать. Она сохраняется до нынешнего дня. Но дело в том, что они не живут в Угличе, они живут по Печенскому посаде. Это вблизи города Боровичи. Это вот эта вот водная система Вышневолодская. И вот этот вот посад Апеченский – это, по сути дела, лоцманский центр этой системы. Это такой достаточно прогрессивный или так очень живой населенный пункт. И вот в этих образах так и хочется увидеть какие-то следы некоего модного лоска. Ну, в мужском портрете все понятно. Белый жилет, белый шейный платок, часы в руках. Здесь, наверное, надо обратиться к одному такому каноничному вопросу. Дело в том, что в портретах горожан всегда есть предметы, не случайные, безусловно, которые составляют довольно устойчивый такой набор. В мужском портрете – это, как правило, письма, перстень, печаток с монограммой. Это могут быть конторские книги. Ну, и вот в данном случае часы, которые напоминают нам, что этот человек – деловой человек. Он следит за временем. Он как-то подчинен вот этим назначенным каким-то моментам. И встречается, ведет дела. И все у него в порядке. И вот очень примечательный женский портрет. Акрофена Афанасьевна, безусловно, щеголиха. Здесь смешиваются самым странным образом черты модного костюма. И архаичная вот эта повязка головная, сшитая, вернее, сделанная, вырезанная, и совершенно модной ткани такой с отливом, с переливчатой. Но платье с высокой талией, вот с этим глубоким декольте, и шаль, наброшенная на плечи – вот это уже очень такой образ модный. Ну, история появления шали, она достаточно хорошо известна. Мы не будем к ней обращаться. Но шаль, которая у дворянок была чрезвычайно популярна и для танца, и для какой-то модной драпировки, для сооружения тюрбана на голове, в купеческой среде носится как знак такого щегольства, очень такого степенного. Она, как правило, расправлена, ее не мнут, не конкают. Она очень такая нарядная, чтобы узор был хорошо виден. Шаль написана, тут трудно сказать, реставрация ли, а все работы, безусловно, основательно реставрированы, или это качество самой же художника в данном случае. Но шаль написана немножко жестко, и вот этот совершенно самоварный золотой блеск ее складок, он пока еще немного жестковат. Но посмотрите, здесь каллиграфически изображен рисунок шали, что было обязательно в портрете. Собственно, шаль, белый платок в руках, головная повязка и набор жемчуга – вот это обычный комплект, присущий женскому портрету. Долго я не могла понять, каким образом вот эта вот снизка на многих нитях, а в улических портретах они почти всюду, как эта снизка держится таким образом, сохраняя вот эти равные интервалы между нитками, буст. Оказывается, сзади это все пришивалось, эти вот разные длины нити жемчуга пришивались на две полосы плотной ткани, и эти полосы состегивались крючками. То есть это такое подобие воротника, который очень красиво и не случайно как-то вот уложен, и, безусловно, очень картинно выглядит. Ну, декольте не очень привычно в этой среде, глубокий вырез немного прикрыт этим жемчужным убором. Вот, собирая вот эти элементы модного и традиционного костюма, Аграфена Афанасима создает какой-то свой собственный стиль. Вот это, собственно, стиль горожанки, где смешивается народное и дворянское иногда в самых причудливых пропорциях и соотношениях. Эти портреты, наверное, им повезло. Они были написаны в 1921 году и из города увезены. А вот дальше в истории портретной живописи Тарханова некоторый провал. Дело в том, что в 1822 году город переживает большой пожар, четвертый исторический пожар Углича, который за короткое время, вот 8 мая началось это воспаление, как тогда писали, на крыше одного из домов. И за короткое время лучшая треть города, как постоянно повторяют в документах, вот эта лучшая треть с тремя храмами, с четырьмя остами вот этими домами жилыми, она погибает практически. В архиве есть список домов, которые были этим пожаром уничтожены. В этом списке, к сожалению, находится и дом Гончарова, в котором в это время живет Тарханов, и дом второй ветви тархановской семьи, вот его дядя, его племянник. И в этом доме наверняка его работы тоже были. То есть какая-то значительная часть тархановского наследия в этом пожаре погибает. Пожар действительно был настолько быстрым, что горожане буквально вывозили какие-то случайные предметы к берегу Волги, и вряд ли они брали бы с собой картины. Часть работ погибла. Но после того, как город обновлен, горожане строятся, и дома становятся больше, просторнее, появляются свободные стены, и вот тогда у Тарханова появляется большое число заказчиков. Портреты Семена Григорьевича Проскоя Михайловна Шапошникова датированы 1829 годом. Здесь есть одна сторона во всей этой портретной истории. Дело в том, что портреты всегда или чаще всего, как нам удается это установить, а многие семьи ведут дневники, подневные записи, разного рода журналы, записки. И вот чаще всего портреты пишутся, заказываются в то время, когда семья достигает некоего зенита, какого-то вот такого момента, который надо увековечить. Шапошников купец-неудачник, судя по его запискам вот этим. Кроме того, он дважды выдавец и женится в третий раз. За него выдает дочь городского головы, и они проживают долгую жизнь совместную, у них рождаются дети, вот здесь они в ожидании девятого ребенка. И они предстоят в этих портретах не только перед своими современниками. Это как раз то, что они оставят вот этому своему, как они надеются, многочисленному потомству. И портреты похожи на створки некоего диптиха, очень торжественно. Здесь и цвет как-то хорошо соотносится. Его такой, этот сюртук, уже такой кафтан-сюртук, сюртук-кафтан из такой шероховатой, зеленоватой ткани. Ее платье из такой вот блестящей ткани, такого специфичного зеленого цвета, они очень хороши. Здесь и ее белая шаль с каллиграфическим орнаментом, на которое было потрачено множество времени. Ну и, конечно, головная повязка и все вот эти необходимые в женском образе предметы. Серги, снизка из многих ниток. И посмотрите, здесь уже появляется вот эта тоже очень распространенная плетеная решетчатая цепочка. Считается, что на ней носили крестик. Край этой цепочки в каждом почти портрете уходит за край платья, он скрыт. Мы помним, мы знаем, что православные христиане крест, носят сокровенно. И вот здесь это как раз вот такая вот такая цепочка для креста. Серги повернуты к зрителю. И здесь вспоминается такой очень комичный или трагикомичный эпизод из повести Адоевского живописец, когда молодой живописец с мечтами, планами, образами приходит по приглашению купца в его дом. И вот богатый купец выводит к нему свою дочь, украшенную бабушкиными и прабабушкиными, матерьными вот этими вот уборами, нарядами, смотрит на нее так с удовлетворением. И обращаясь к художнику, говорит, рисуй, как знаешь, но только так, чтобы и серги спереди, да и гребень сзади был виден. То есть художник создает подобие живописной такой описи предметов. Вот аналог этих реестриков, которые купцы всегда как-то по любому поводу составляют. И вот здесь эта серьга, повернута к зрителю, дает возможность не только оценить ее красоту, но, наверное, для зрителя того времени, для гостя дома, было нетрудно прикинуть ее стоимость. Но вот эти вот портреты, они очень такие, тем более, зная, наверное, историю семьи, они действительно очень торжественные. И они адресованы роду. То есть вообще вот эти портреты, это как бы образ благословенного супружества. Почти все городские портреты парные. И вот это утверждение дома и похвала супружеству, оно всегда здесь есть. Еще раз смотрим, мы видим эти украшения, эти перстни на каждом пальце. Это белый платок в руках. Белый платок очень хорош в портрете. Он как-то делает акцент на руки. Но мы помним, что платок – это совершенно обязательный предмет, который полагается женщине, выходящей из дома. Для купеческой жены, вообще для мещанки, для горожанки, которая выходит из дома и видится со многими людьми, для нее, конечно, некий образ поведения обязателен. Она не должна смеяться прилюдно, как-то слишком ярко выражать свои чувства, там, огорчаться или раздражаться. И платок в этом смысле не только занимает руки и позволяет их так вот чинно держать, но он еще и необходим в случае какого-то непредвиденного обстоятельства, когда женщина просто прикрывает лицо таким платком. И это дает ей возможность вот эту минутку, секунду взять себя в руки и вернуть себе обязательное, приличное вот это вот такое спокойствие внешнее. Так что все здесь значимо. В нашем музее хранится еще один редкий такой вот предмет или сумма предметов. Это портретная галерея купеческого дома Суриных. Семья в городе на виду. Сурины мужчины всегда на городских выборных должностях, всегда как-то на первых ролях. И вот эти вот портреты, которые Тарханов создает в три приема. Верхние четыре – 1829 год. Мужские портреты в нижнем ряду – это работа 1843 года. И в 1945 год – портрет Надежды Андреевны Судиной. В этом, вот в этой череде портретов, в этих трех каких-то таких подходах, здесь хорошо видно, как меняется само отношение к портрету и у заказчиков, и у художника. За эти 17 лет действительно очень многое меняется. И вот если мы рассмотрим эти портреты, то мы увидим здесь вот такой переход от почти домостроевских образов, еще отчасти архаичных, к такой похвале обывателю, к идеальным горожанам. И вот они как-то выходят уже за пределы своего дома и за рамки своей семьи. И вот четыре портрета Суриных, которые были созданы в 1829 году. Матвей Сергеевич и Агриппина Андреевна – это Сурина старшая, Сурина младшая здесь. 1929 год. Вот тут как раз тоже семья достигает некоего зенита. Они как-то по-своему, но подходят к этой мысли «Остановись мгновение, ты прекрасна». Они построили дом, они женили своего сына, куплены новые лавки, начаты новые какие-то, говоря современным языком, торговые проекты. И вот Матвей Сергеевич Сурин делает заказ художнику. Здесь, вот в этом портрете Суриных старших, вообще, если рассматривать все четыре работы вместе, то складываются интересные впечатления. Портрет Матвея Сергеевича суровый, строгий, без каких-то деталей. Опять вот это высветленное, какая-то такая, такой блик за его спиной. Глухой темный кафтан, приподнятая такая бровь, руки чуть-чуть видны. Это глава семьи. Вообще, по домострою, это единственная цельная и полная фигура. Это, ну вот в своем доме, он главный и беспрекословно все остальные ему подчиняются. Все остальные чадо и домочадцы, это такие как бы дробные числа. И вот здесь на оборотах портрета в каждом случае подписано. Портрет углического купца. Первое. Портрет углической купецкой жены. Она уже производная, так сказать. Портрет купецкой жены. Портрет углического купецкого сына. И портрет купецкого сына жены. Все здесь и в подписях, и в самом строе портретов передает вот эту домашнюю иерархию. Портрет из Сориных Старших, да, вот он действительно такой, ему не нужны никакие детали, потому что все об этом главном лице рассказывают остальные. Портрет Агрепина Андреевна. Приятное лицо, темные глаза, плотная головная повязка, ни одна прядь не выбивается. Все эти жемчуга обязательно и есть. Архаичная душегрея, кофта, которую в преданственных росписях называют рукава, потому что главное в ней – это рукава. А вот дальше уже то, что ниже ворота подшивается холстинкой. Кольца на пальцах. И вот она такая вот хозяйка. То есть ее задача – выполнять все остальное. Там воспитывать детей, вести дом, улаживать дела между отцом и детьми, как-то смягчать, может быть, его гнев, его грозный характер. Вот она такая вот деятельная и спокойная хозяйка большого дома. Павел Матвеевич Сурин изображен совсем молодым человеком. И вот здесь начинается все интересное. У него такой облик еще совсем молодого человека, хотя он недавно женат. И вот здесь как бы три слоя разных предметов, которые по-разному о нем рассказывают. Первый – это вот этот, это вышитый, или, так сказать, узорчатая рубашка. Если присмотреться, в правом ухе серьга у него – это как бы следы вот этого молодечества, каких-то вот этих, этого щегальства молодецкого. Но вспоминаем еще и о том, что он единственный сын родителей. И вот эта вот серьга в правом ухе вообще, особенно это было распространено вот при военной службе, да и в таком старом быту. Единственный сын родителей, таким образом он отмечен. И его как-то, ну, берегут, наверное, потому что именно на нем лежит ответственность за состояние рода, за родителей, за детей, за всех. Итак, рубашка и серьга – это первая часть. У него видно вот этот шнур, который проходит вот ниже сёртука, для часов, а на пальце перстень с печаткой, с его инициалами. Ну, значит, перед нами уже действующий купец, который сам планирует время, который пишет, запечатывает, адресует кому-то письма, сам письма, видимо, получает. Ну, вообще купец. И вместе с тем, здесь вот этот вот платок в руке, озадачивающая деталь. Это атрибут женский и детский. Вот женский в первую очередь. Это знак скромности, сдержанности, ну, как бы и признание главенства. То есть это ссылка вот к тому первому портрету отца. Он пока ещё купецкий сын, он пока ещё, ну, купец-стажёр, скажем так. Да, он делает какие-то дела, совершает поездки, но пока ещё всё в воле власти его отца. И вот молодая невестка. Здесь вот это вот торжество украшений, приданцной росписи и всяких подарков просто совершенно очевидно. Во-первых, на ней модное платье. Платье, которое уже в это время можно купить в Угриче, в разных лавках их привозят. Портнихи тоже уже научились это всё шить. Вот эта высокая талия, рукава двойные, короткие, пышные, длинные, которые скрывают руку, полупрозрачный, вырез, который, правда, кружевом прикрыт. И совершенно оскорбленная вещь, она без головной повязки. Более того, у неё вот эти, по всей видимости, подозреваем это очень уверенно, это накладные букли. Потому что выстригать и завивать волосы купеческая жена вряд ли будет. Лучше достать из некой фабричной коробки. Кстати, в объявлениях городских очень много упоминаний о том, что и причесывают, и накладные волосы продают. Это возможно. А от головной повязки остаётся лёгкий платок как повод для дорогой, красивой, мерцающей броши. И если бы художник не выстроил всё это симметрично и уравновешенно, то, наверное, был бы некоторый перебор. Но здесь и то, что получено в приданное, и то, что подарено на свадьбу. И опять-таки, если мы вспомним Мельникова-Печёрского, там у него один персонаж, купец, мечтает, он хочет жениться, и вот он мечтает, вот, кого бы мне нарядить в шелке бархата, кого бы люди показать. Заяльтесь, мол, православная, каково убранство на моей, на хозяюшке, какова красавица за меня выдано, каково красно она у меня изукрашена. Вот это вот некое такое щегольство купеческое в женском костюме. Оно очень хорошо видно. Но здесь всё, иерархия, привычки, увлечения, приданное, всё здесь показано. Здесь вот в женском портрете опять уходящая за край одежда решётчатая цепочка. Сергий, вот, кстати, Сергий с Альмандином, у нас они были на выставке, они того же времени, ну, может быть, чуть более раннего времени, но вот они в том же стиле. И вот наступает новое время, как будто бы. Сурины старшие в разное время служат в городовом магистрате. Матвей Сергеевич, заслуженный, он был бургомистром, он выходит в отставку и получает почётное право носить в отставке мундир, означенный должности, присвоенный. Это мундирный кафтан, если честно говорить, потому что для купцов, служащих на выборных должностях, для них вот как-то предусмотрена одежда более для них привычная. И вот этот кафтан на толстые подкладки с высоким стоячим воротником, с этими длинными рукавами, он, конечно, заставляет своего хозяина держаться соответственным образом. Ну и там гербовые пуговицы, сабли, полагающиеся к этому кафтану. Ну и этот портрет написан через год после смерти Матвея Сергеевича Сорина. В это время уже его сын служит в магистрате и начинает свою головокружительную карьеру на выборных должностях. И вот заказывая эту совершенно нетипичную пару, где не муж, жена, а отец и сын, были такие, но их немного, он тем самым утверждает преемственность в своей семье вот на таких важных должностях, такого важного статуса. И эти портреты, они тоже для дома, они не для присутствного места, хотя выглядят вполне официально. И вот в 1845 году Сорин младший женится во второй раз. Евдокия Дмитриевна рано умерла, в 34 года. Он оплакал ее, писал в своих подневных записках, померла Майя Дмитриевна. А потом очень быстро делает переделку в своем доме и едет в город Корчеву и женится на купеческой вдове. Надежда Андреевна Сурина с ним вместе на лодке, на которой устроена некая там, видимо, какая-то комната, какой-то шалаш. Они едут весной по весенней вот этой разлившейся реке. Наверное, это очень счастливое время. Но Сорин-старший в своем дневнике отмечает, сколько ему обошлась свадьба, сколько потрачено на подарки, на провоз невесты. Она является в доме. Это весна 1945 года. А в октябре 1945 года в ее подвенечном платье, во всем этом полном уборе, ее пишет Иван Тарханов. Вот здесь возникает одна такая вещь. Дело в том, что большая часть работ Тарханова написана осенью. Они все пишутся в самое темное время в наших местах. И мы совершенно отчетливо понимаем, что ни о каком дневном свете здесь речи нет. То есть, скорее всего, я не знаю, но мне кажется, что выстраивается некая рампа из свечи, которая дает вот такой ровный свет. Какая-то свеча помещается за фигурой, она дает вот эту глубину пространства. И в итоге портрет получается вот таким, каким получается. Ну и посмотрите, насколько плоскостно изображена сама невеста. Вот ее фигура как-то развернута в плоскости холста. Так и показана развернутка фигуры. И вот все эти ее цветы, все это написано лицом к зрителю. И вот если, кстати, и современную ей, и очень аналогичную персону показать, это вот работа Федотова, Сватовского майора, где фигура в повороте, такая трехмерная, конечно, здесь видно, насколько плоскостно, статично и уравновешено вот это изображение молодой Суриной с этой очень легкой полуулыбкой, такая джаконда по-углически, скажем так. Один из самых красивых, один из самых популярных портретов нашей экспозиции. Но это уже прославление горожанина. Здесь уже есть вот тот провинциальный, но все-таки лоск, который, наверное, делает эти портреты гораздо более актуальными. И здесь еще приводим вот очень коротко такой момент. Дело в том, что в это время вообще меняется отношение к обывателю. Вот история поездки Суриных в Москву, когда они в 1849 году отправляются на торжественное освещение, ну, по сути, на презентацию Большого Кремлевского дворца. И Сурин в своем дневнике записывает замечательную фразу «Желательно мне похристоситься с императором». Вот благосклонность к обывателю, к горожанам выражается вот в этой истории. Ему удалось это сделать, хотя при чтении все это вызывало, на самом деле, улыбку. Но вот он приезжает в Москву, встречает знакомого скорохода, как он пишет, которая бегает по поручениям. Этот человек ему подсказывает, как быть. Он идет в канцелярию, получает некие билетики, попадает в царские покои, но перед этим заходит на рынок, покупает фаинского блюда, как он пишет, фаинсовое, покупает соломку, каравай и встречает государя-императора при выходе и целуется с императором. Но он не останавливается на достигнутом. Вместе с Хархориным, который с ним вместе ездил и служил, они отправляются в соседние покои, прикладываются к ручке императрицы и целуются со всеми наследниками. И возвращается он в Угрич, поцелованный императором. Ну, конечно, это уже не просто внук мелкого торговца железом, это почтенный горожанин. И в работах, среди работ Тарханова есть большое количество, или, скажем, значительное количество работ, которые связаны с Ярославлем. Там живет и служит Николай Федорович Тарханов. Это его двоемный брат. Он переводится на службу из Углича в Ярославле, заводит там свои знакомства, там женится. И вот, видимо, через него Тарханову заказывают работы люди, которые с ним знакомы. Вот это портрет неизвестный, первой главы XIX века, из Эрмитажа. Ну, мы не знаем, кто она, к большому сожалению. Пелагея Рыкова, Ярославская жительница. И вот эти куклинские, они, это портреты из Ярославского музея, и куклинские или куклины, они упоминаются в восповедной книге Ярославского Успенского собора. Видимо, он здесь был прикомандированным таким каким-то чиновником, но о них очень мало что известно. И вот эти работы из Эрмитажного собрания, мы не знаем, кто они, но в одном случае мы попробовали выяснить. Но сначала я вот немножко покажу вот эти вот портреты Кочурихинах. Это еще одна такая серия работ, которая охватывает столетия и четыре поколения семьи. Начинается все со старобряца, записного раскольника, вот Григория Ильича Кочурихина, вряд ли к нему полагал спарный портрет. Потом Сергей Флегонтов, местный художник, церковный служитель, он пишет портреты вот Феклы и Федора Кочурихинах. А потом уже в 1937 году, в 1837 портреты Репсимии Тихоновны, имена здесь это отдельная история, Репсимии Тихоновны и Дмитрия Федоровича Кочурихина, они позируют Тарханова. И вот это единственные портреты, которые были написаны на интерьерном таком вот фоне. Но это именно фон. Безусловно, источник света не окно, окно здесь скорее чисто декорация. И эти портреты как будто бы предназначены для единой рамы. У них один стол. Эти вот книги, лежащие на столе, они на этот стол вместе обмираются. И вот эти вот портреты, они действительно как отголосок вот этого стиля барокко в провинции. Это опять вот такой диптих, такое утверждение «Смотри на меня, я есмь». В мужском портрете письмо. Ну, Дмитрий Кочурихин был графоманом. Он каждый день писал подневные записки, он писал огромное количество писем. Из этих записок мы знаем, что Репсимия Тихоновна по-домашнему Рекси была отчаянной щеголихой. Она была дочерью торговца дорогими тканями и шалями, поэтому она как-то вот это все умела. Ну, а он жалуется, что она требует нарядов, а ему не позволяет его материальные трудности. И вот здесь опять этот набор предметов. В женском портрете головная повязка, платок в руках, жемчуг, тщательно написанная шаль. В мужском портрете торговые книги и деловое письмо. Такие письма вообще сейчас потомки этой семьи занимаются разысканием всех его дневников, которые рассеяны по разным архивным собраниям страны и пытаются их издать. Для Углича это было бы очень хорошо. И вот тут мы вдруг узнали эрмитажных вот этих вот изображенных персонажей тархановских работ. Вот две работы в центре – это неизвестные из эрмитажного собрания. И как-то очень заманчиво видеть вот в этом женском портрете этой молодой женщины в розовой повязке сестру Репсимии Тихоновну, Варвару Тихоновну. Сестры были такими очень хорошими подругами. И судя по несколько сердитым, обиженным, сокрушенным запискам Кочурихина, этого самого Дмитрия, они очень любят себя показать, на людей посмотреть. То есть они постоянно где-то. То они на церковной службе, то они на гулянии, то они катаются на тройке. Рексия с большим аппетитом поехала кататься. И нет ее постоянно дома. Он как-то на это седует. И вполне возможно, что вот эти вот… Это пара эрмитажная. Это Яков Васильевич и Варвара Тихоновна Меховы. Это тоже жители Левого берега, Левобережного Углича, родственники и близкие такие друзья Репсимии и Дмитрия, которые часто бывают в их доме. Ну и не удержалась Варвара Тихоновна. Наверняка это ее инициатива. Она захотела. Такое же платье, такую же шаль и повязку, как у сестры. Портреты из Рыбинского музея Бутурины, угличане, которые перебрались… Вернее, они жили в Рыбинске, их потомки перебираются в Рыбинск, увозят эти портреты. Они были размещены в Рыбинском приюте Баскаковском. И, наконец, возможно, последние портреты Тарханова. Тоже мы приписываем авторству художника эту пару по записи в инвентарной книге. В старой этой записи можно верить, потому что портреты перешли еще в конце XIX века от родственника, от родной сестры Василия Андреевича Пивоварова, которая здесь заведовала детским приютом. И они были написаны для детского приюта, которым он помогал. Но вообще Василий Андреевич и Евдокий Васильевн живут в Петербурге. Он почетный гражданин Петербурга, много и успешно занимается благотворительностью. И еще одна важная сторона его жизни – он собирает книги и разные книжные редкости. Рукописные книги, первопечатные, старопечатные. И у него есть коллекция монет и медалей. Все это потом переходит в общественное пользование. Все книги были переданы в Петербургский университет, они составили основу отдела редких книг и рукописей университетской библиотеки. И он в своем сопроводительном письме писал, что все эти книги должны составить капитал, который принесет проценты знаниями студентов и преподавателей. И монеты и медали – все это тоже перешло в Эрмитаж. Так что в Эрмитаже и Зугличем кое-что есть. У нас хранится его сабля к мундирному его кафтану. Ну а вот портрет с орденом Святого Станислава Третьей степени. Этот портрет, он как-то, он действительно, он тархановский, очень тархановский. Здесь все, вот эта плоскостность, это размещение фигуры, все здесь соответствует тархановскому такому приему. Но они так вот более тщательно выполнены, они действительно в полной мере парадные. Вот, собственно, все, что мы можем сказать о том собрании тархановских работ, которое, к большому сожалению, сейчас рассеяно по разным музейным хранилищам. Где-то они в экспозиции, где-то они в фондах. И, безусловно, работа над изучением. Тут много вопросов к типологии этих портретов, как характерного элемента большого явления. Конечно, они есть, и надо как-то с ними что-то делать. И, конечно, впереди у нас и новые экспозиции, и издания, которые посвящены художнику. Вот, собственно, все, что я хотела бы. То есть сказать-то можно было бы еще много, но вот это основное. Вот, наверное, все. Светлана Владимировна, примите нашу искреннюю благодарность за прочитанную лекцию о творчестве Ивана Тарханова. Сейчас я попрошу коллег высказать свои впечатления или задать вопросы лектору. Пожалуйста. Можно мне сказать? Да, пожалуйста. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Очень содержательный, интересный рассказ об одной из сторон жизни, скажем так, состоятельных, как правило, состоятельных горожан, то есть вот тех самых людей, которых мы называем купцами, и сами они себя тоже так называли, вот в виде данных портретов. Тем более, что к жанру еще интереса не было. Он появляется чуть-чуть позже, и очень уместно вы здесь показали Федотова картину. Ну, фрагмент картины Федотова очень известный Сватовского майора. Можно показать, ну, слайды, где вы начинаете разговор о портрете, первые слайды. Здесь нам также вы показали особенности, художественные особенности этого портрета, что тоже любопытно. И разговор о том, как, собственно, эти портреты называть, можно чуть позже еще, где портреты будут. Ну, можно эти оставить. И разговор о том, как эти портреты называть, он очень актуальный до сих пор. И это действительно восходит к 20-м годам, тем более, что о, так сказать, петроградской, ленинградской уже версии вы сказали, а есть и московская версия, когда в Третьяковской галерее создавалась экспериментальная экспозиция, то там все располагалось по разделам, разделам, которые представляют различные сословия. Ну, и тоже появляется слово купеческий, слово сочетание, купеческий портрет, которое впоследствии за подобного рода вещами закрепляется. И это имеет свои основания. То же самое художественный примитив, который обращает внимание на характер языка, потому что здесь вот в том, что вы показали еще лишний раз, мы убеждаемся, что действительно существует два варианта художественного примитива. Один примитив, который называют, ну, условно, генетическим, он связан с темой развития искусства от средних веков к новому времени. И здесь мы замечаем вот такой вот симптом, характерный в целом для русской культуры второй половины, скажем так, 18-го и 19-го века. Это неравномерность развития. Неравномерность развития и работа, возможность работы вне академической традиции. То есть в рамках тех жанров, которые считаются вполне академическими, ну, в данном случае портрет. Появляются и другие жанры, кстати, пейзаж, но это уже будет отдельный разговор. И таким образом генетический примитив отражает вот такую стилевую растяжку. И это очень хорошо видно вот на этом замечательном, на этих замечательных портретах 1819 года, потому что здесь черты современного ампира сочетаются с тем, что вы справедливо обозначили портсунной традицией. И с другой стороны, есть так называемый сословно-этический примитив. Он связанный со вкусом как определенного сословия. И вот здесь тоже это, в общем-то, так или иначе отражается, потому что некоторые купцы были уже в состоянии заказать работы ведущим мастерам, академикам, которые совершенно иначе пишут. И это же уже время, когда работает Кипренский, это уже время, когда заявляют о себе, уже начинают заявлять о себе Брюлов. Но они предпочитают местных мастеров. То есть, с другой стороны, это и локальная ситуация. Это местное искусство. И это тоже актуально. И связано, конечно, с проблемой развития провинциальных городов в России, которым, кстати сказать, власть уделяет все больше и больше внимания. и местные тоже уделяют ему внимания, в том числе и купцы, жертвы большие деньги на строительство церквей, на обустройство города, ну и, конечно, на собственные портреты. И вот это в сочетании все и дает нам очень любопытную картину, кстати сказать, похожую на другие регионы России. И было бы очень интересно сравнить это с представителями других регионов. Но это вот в качестве пожелания на будущее. Можно следующий показать слайд. И вот очень любопытно и совершенно справедливо говорить о том, что вот Алексей Кузьмич Воронов изображен внеобычно. Вот эта необычность, выход за пределы, как вы совершенно справедливо заметили, это ведь черта романтизма. И мы видим, что если в предыдущем портрете запечатлеваются особенности, в том числе и ампира, вот в этой обобщенности, такой вот солидности, характере одежды, конечно, то здесь есть вот элемент какого-то, так сказать, вызова, характерного именно для романтизма, но реализованная в привычной форме, той самой форме, которую мы вот, которое название какое-то объемное, которое бы все это обозначило, мы ищем и примитива, и порционности, и купеческого портрета, потому что это становится знаком какой-то эстетической самостоятельности. Вот в этот термин, конечно, нужно вкладывать. Покажите, пожалуйста, портрет Суриных, видимо, Суриных у нас там есть. Нет, нет, вот следующий покажите. Вот, замечательно. Шарковых. Шарковых. Вот это действительно любопытный портрет во многих отношениях, во многих отношениях, потому что, опять же, если говорить о контексте в русском искусстве, в целом, в нем, в них есть что-то тропининское, такая тропининская камерность, я бы сказал, независимо от того, есть ли здесь черты примитива или черты парадного портрета, и то, и другое мы здесь, и то, и другое мы здесь видим. Что касается предметов, я хотел бы добавить, что часы в очень широком смысле, конечно, это и обозначение быстро текущего времени. То есть, это отражение очень характерное и популярное в эпоху барокко, темы Ванитас. То есть, все на этом свете обратимо. и с другой стороны, есть традиция в 18 веке часы считать символом, ну, вот, именно это вкладывается, да, значение и то, о чем вы говорили, это деловитость, несомненно, но и это символ умеренности. А вот умеренность, аккуратность и сдержанность, это, собственно, черты сословия, которые демонстрируются и в мужских, и в женских портретах особенно. Можно следующее показать нам? Вот здесь мы видим и не только в этом портрете сложенные руки. Они повторяются, причем настойчиво повторяются. И справедливо еще применительно к портрету Натальи Нарызкиной, научный сотрудник русского музея Килимончик, заметила, что вот эти вот сложенные руки, они, во-первых, отсылают нас к теме портрета во Успении, а это традиция персонная, конечно, персонная. С другой стороны, это символ вот чисто женского начала в условиях патриархата, так сказать. Это скромность и сдержанность, это уже такая этика женского поведения отражается здесь. При всей нарядности, которая здесь, да, она находится на своем месте в контексте вот быта купцов. И очень вы точно сказали, это опись, это действительно живописная опись. это протокол такой, вот что должна носить женщина, что у нее имеется и как это выглядит вплоть до мельчайшей детали. Эта традиция не обязательно для примитива. Эту традицию мы замечаем в русской живописи еще и в таком откровенном варианте в середине 18 века, в том числе и в столичной живописи. Но здесь она становится отчетливее и спасибо вам, что вы это замечательно так заметили и отметили. Ну и если можно галерею семьи Суриных. Вот как раз на примере этой галереи видно, как повторяется мотив сложенных рук у женщин. единственное я хотел бы вам посоветовать сделать такой эксперимент, когда вы говорили, что одежды женщин модные, показать аналогичное одеяние на примере портретов столичной линии, так сказать, генеральной линии. И мы увидим отличие трактовки вот этих одежд. как вы справедливо вот показали в случае с Павлом Федотовым, с фрагментом картины Павла Федотова. Вот как фронтально это представляется, торжественно, почти сакрально, и отсюда и тема сакральности тоже очень существенно, и не случайно вы опять же заметили вот эту самую цепочку спрятанную. Это вот и аналог поведения обозначенного сложенными руками это и отсылка к своеобразным, действительно, как диптихи, они порой смотрятся, эти парные портреты, такого своеобразного домашнего иконостаса на, так сказать, бытовом уровне, на светском уровне. Вот. И это особую значимость придает этому позированию фронтальному, застывшему, как предстояние, отсылка, опять же, к теме форсуны. Это и, конечно, соответствующее отношение к прекам. В этом контексте, конечно, возникает и тема исторического портрета, но я думаю, что это уже, опять же, отдельный разговор. Ну, и наконец, и в плане вопроса покажите нам, пожалуйста, Меховых. Этих Эрмитажных ниже, ниже. Да, 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 да. Вот, отлично. Вот этот. А, прекрасно. Тогда еще, а, вот этот и следующий. вы поменяли местами мужской и женский портрет. Я поменяла их местами, потому что там я сравнивала мужской с мужским, женский с женским, а здесь они попали, да. А, вот здесь вы их изобразили так, как должно быть? Как должно быть. Понятно. Но тут возникает вопрос, а как вообще-то должно быть на самом деле висеть? Ведь это отражало и те правила, которые существовали в жизни. С какой стороны, если они оказывались рядом, что было большой, конечно, редкостью в различных, так сказать, житейских церемониях, но все же с какой стороны должен стоять мужчина, а с какой женщина? Ну, дипких он как бы нам показывает безусловно. Это очень важный вопрос, безусловно, но если мы посмотрим на все эти пары, мужские и женские, то здесь и в композиции вот эти вот руки, как и здесь, и особенно, наверное, это в портретах Шапошниковых, когда между, вот там, где портреты, они обращены друг к другу, и его рука, обращенная к ней, то есть там нет никакой преграды, рука опущена, не выставлено локоть, и вот эти вот руки, которые обращены вовне этой пары, они как скобки ее удерживают, то есть в принципе это изначально задумано, что они вот именно так компонуются уже на стене, скажем так. Или, как у нас вот были эти портреты ранние, Кочурихинах, они вообще поступили в музей в единое раннее. И вот эти портреты, которые сейчас на экране, вот эти слева, они тоже писались, как мы предполагаем, для одной рамы. Понятно. Но они писались на одной раме, а как они должны располагаться, вот вопрос. Вот так вот здесь стол у них их объединяет, и окно. Нет, здесь-то да, с левой стороны от нас, да. Ну хорошо, во всяком случае, это вопрос, который нам хотелось бы тоже обсудить. А в целом еще один вопрос существует, вообще не производит впечатление такое вот монументальное. Во многих отношениях, не буду перечислять эти принципы монументальности, это и локальность света, это и ясность силуэта, и так далее, и так далее, не занимался ли монументальными работами Ивана Васильевна? Не удалось найти никаких упоминаний, скорее всего, нет. Но дело в том, что здесь вот эта монументальность, все-таки это портреты, они несут отчасти сакральную вот эту нагрузку, безусловно, как вы и говорили, то есть это памятник человеку, и это такая домашняя маленькая форма бессмертия в рамках семьи. Вот сейчас возникает еще один вопрос, я тут столкнулась. Дело в том, что был круглый стол по проблемам вот этой живописи как раз в Манеже на базе выставки Зерцала. И там тоже вставал вопрос о названии, и я имела смелость предложить название «Обывательский портрет», потому что «Обыватель» это вполне нормальный термин еще Екатерининской жалованной грамоти городам. Но мы хорошо понимаем, что в 20 веке слово «Обывательский» приобрело негативную окраску. И с ней придется побороться. Да, да. Нет, это удачно вы употребили сегодня этот термин. Действительно, это обыватель, это человек, который не обладает титулами дворянскими и не податное сословие, поэтому все, все, тоже вот такой претендент на обобщающий термин этого портрета. Да, я с этим выступала на конференции, рассчитывала, вернее, я ожидала, что я буду критиковано, но как-то незаметно прошло, я попробую еще в разных местах. Спасибо вам за поддержку, но я этот термин и на круглом столе озвучила, и я думаю, что ну, я не претендую на какой-то, но по крайней мере этот термин охватывает весь массив подобного портрета. Да, здесь есть одна проблема. Проблема вот, ну, в данном случае она не особо видна, а вот когда вы говорите городской портрет, здесь возникает вопрос, а к чему это имеет отношение, потому что существовал термин с 18 века городской художник, который нигде не служил и работал по частным заказам, в основном в городах, конечно. и это вот в известной степени вот этот городской портрет несет в себе и вопрос заказа. Да, безусловно, так. Вот, так что это с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны, вот возникает целый ряд сразу проблем такого такого характера. Поэтому я сразу говорила, что только как инструмент на наш разговор нынешний индивидуальный портрет. Да, понятно. Хорошего спасибо вам большое за погружение вот в этот прекрасный мир портрета вот этого времени в этом месте. Спасибо. Андрей Александрович, благодарим вас за комментарии и очень интересные вопросы. А сейчас слово передаю Александру Генриховичу. Пожалуйста. Спасибо за чудесную лекцию. Я могу сказать, что ее полнота заслуживает не только такого ее представления, на мой взгляд, готовый сценарий документального фильма, а может быть даже и художественного. Ну, что я от себя хочу сказать. Мне наконец-то удалось увидеть в подлинниках работы Ивана Тарханова. Сейчас в Пушкинском музее проходит замечательная архив, художественная выставка, которая называет «Всеобщий язык». И там в главном зале, на который выходит центральная лестница музея, демонстрируется в том числе работы Ивана Тарханова. При этом при всем вы знаете как-то хорошо не держится среди удивительных таких циклов портретных художников Круга Лукаса Кранаха. Это «Дунайская школа», «Северное возрождение», серии манжурских военачальников неизвестного китайского художника, но очень интересные. Это середина 19 века. Также удивительных портретов династии царствующих отцов Каджаров Персия. И что мне очень было интересно, я как художник и как человек, который очень сильно увлекается техникой и технологией, потому что мне в свое время тоже приходилось заниматься и в том числе и реставрационными работами с использованием различных химических и физико-химических методов, я обратил внимание на, и всегда обращаю внимание, на сохранность работ. Вот могу совершенно четко отметить, вероятно, и безусловно, после реставрации работ Ивана Тарханова, которые были проведены с участием известнейшего нашего реставратора, историка живописи Савва Емщиковым, бросается в глаза прежде всего идеальность поверхности портретных работ Ивана Тарханова. Вы знаете, ну ни одного признака кракелюров, удивительно ровная поверхность, и это говорит о том, что мастер действительно, несмотря на то, что его можно отнести к разряду автодидактов, то есть он фактически сам как-то изучал и приходил к тем или иным секретам, раскрывал секреты тех или иных своего мастерства для себя, вот, он хорошо владел всеми технологическими методами и опять-таки я хочу обратить внимание, все это сказалось на вполне приличной сохранности работ, которым уже, ну, как выясняется, более двухсот лет. Я что еще хотел бы, что я еще хотел бы отметить? Ну, у меня буквально Андрей Александрович тоже снял, что говорится, с языка вот эту вот саму, так сказать, схему реализации портретных образов, то есть кто должен быть справа, кто должен быть слева, но мне кажется, что, наверное, если подойти к этому с точки зрения композиции, парных портретов, безусловно, если слева направо, то большая часть работ выполнена именно так, что мужчина, мужчины, то есть мужской портрет написан слева направо, а женский портрет ну, как бы в зеркальном варианте. Что касается самих образов, ну, они действительно очень интересны. Сама по себе история каждого из персонажей, рассказанная вами, тоже вызывает исключительное внимание. Вот это говорит прежде всего и о той работе, которая проводится сотрудниками музея, в том числе прежде всего Светланы Владимировны Кистеневой. и мне откровенно говоря импонирует, как все это было изложено в вашем сообщении Светланы Владимировны. Ну, у меня я бы попросил бы снова показать портрет Воронова. Он как-то особый в ряду всех всех вот этих образов. И здесь действительно что-то такое от европейской живописи. Ну, для меня, например, очень много уделявшего внимания нидерландской живописи мне как-то напомнило некоторые работы художников, ну, допустим, Круга Мемлинга. Вот здесь действительно, вот если формально к этому вообще подойти, если бы я не знал, что это Алексей Кузьмич Воронов, я бы, честно говоря, купился бы и подумал о том, что это какой-то человек все-таки европейского происхождения. Вот. И вряд ли даже ну, персона, которая ну, представляет собой среднюю полосу и, ну, как говорится, поволжье. И мне здесь, в общем-то, кажется, в этом портрете художник превзошел вообще и сам себя. То есть вот он отдельно как-то особняком стоит от всего того, что выполнено и было и после и до Иваном Тархановым. Удивительный портрет. Здесь много очень загадок. И для меня, например, ну, ну, на самом деле это лучшее вот произведение из того, что, наверное, все-таки Тарханов за свою жизнь написал, вот честно вам могу сказать. Это ну, это опять-таки мое мнение. Теперь если говорить о названии этих портретов, то я, безусловно, конечно, согласен с тем, что это либо обывательский портрет, и мне очень понравилось вот такое выражение, когда вы говорили о всей коллекции, вещелюбия людей, которые, так сказать, ну, как бы в то время представлены, были вот, жили и были представлены, в том числе, на этих портретах. Ну, и вот, мне кажется, что название обывательский портрет здесь наиболее правильное, и я поддерживаю и вас, и поддерживаю, в общем-то, в этом отношении и мнение Андрея Александровича. Спасибо. Вот. Ну, и говоря о схематичности, может быть, подаче этих образов, мне хотелось бы вернуться, если можно, покажите вот Кочурихиных портреты, там, где появляется уже цвет, ну, вот эти вот. Татьяна. Да, 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 и это удивительно, потому как, пожалуй, после портрета Воронова, портреты Кочурихиных, действительно, это безусловные шедевры, если говорить о конкретном человеке, то есть, это безусловные достижения, личное достижение Ивана Тарханова, вот, и, безусловно, ну, в ряду всех тех образов, которые написаны им, это тоже выдающееся произведение, на мой взгляд. Спасибо, Татьяна. Ну, вот, пожалуй, что я хотел об этом сказать, не буду больше задерживать, и в заключении, наверное, ну, мне бы очень хотелось, чтобы появилась, появилась, наверное, новая книга Иване Тарханове, полный альбом его произведений, с комментариями, и не только с жизнеописанием его, но и вот с теми историями бытования героев его портретов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мне очень важно вот это вот пожелание. Книга, в принципе, готова, но у меня сейчас, скажем, возникла такая новая мысль. Дело в том, что актуальность этих портретов, широкое их распространение, вот, в XIX веке, в первой половине, ближе к середине, я искала, почему это произошло, то есть мне надо было как-то выйти из этой темы, я, наконец, нашла это решение, так что третья глава будет, это будет действительно апология обывательства, защита, оправдание и похвала обывателю. Конечно, с пониманием всех особенностей этого слоя. Спасибо большое. От всего оргкомитета проекта «Музей в гостях» у Российской академии художеств выражаю благодарность за участие в записи онлайн-лекции Светлане Владимировне Кистеневой, Александру Генриховичу Толстикову, Андрею Александровичу Кареву. Особые слова благодарности управлению информацией и отделу информационных технологий Российской академии художеств за обеспечение трансляции мероприятия. Наша лекция завершена. Благодарю всех за внимание.